Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok живет человек, не мусульманин. Нельзя его обижать, бить, имущество забирать, плохо вести себя. Но не только не мусульманин, и мусульманин, любой сосед, нужно, как учил пророк Мухаммад, к ним быть добрыми. Нельзя плохо относиться, плохо делать соседу. Вообще нельзя плохо поступать. Но сосед там особая ситуация. Потому что в одном хадисе пророк сказал, кто верит Аллаху в судный день, пусть будет добр к соседу. То есть он дал понять, что отношение к соседям должно быть таким особенным. В этом есть мудрость. 386 вопрос. Можно ли красить волосы в черный цвет? Женщинам это запрещено. И так же мужчинам тоже запрещено. Другие ученые сказали, что мужчинам... Ну, а мужчинам можно во время сражения пожилым людям, чтобы не показались они, как сказать, легкой жертвой. А что касается мнения некоторых ученых, они сказали, красить черный цвет волосы запрещено, если это ведет к обману. Например, женщина перекрасилась, и какой-то человек подумал, что ей не 50 лет, а 24, например, из-за этого. то тогда харам обманывает. Или мужчина, например, прикрасился в черный цвет там. Девушке кажется, что он молодой. Вот такие вещи делать для обмана, это харам. 387. Уподобление женщин нам или уподобление мужчинам, то есть другому полу. Если мужчина уподобляется женщине, то он совершает большой грех. Если же женщина уподобляется мужчине, то он совершает большой грех. Пророк Мухаммад сказал, есть один хадис, где говорится, Абуд 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 Абуд. Абуд Абуд передал, что пророк Мухаммад проклял мужчин, которые одеваются специально уподобляясь женщинам или женщинам, уподобляющимся в одежде мужчинам. 388 вопрос. О использовании хны для мужчин. Разрешается для того, чтобы волосы, борода, волосы на голове, вот это все использовать можно. Но что касается рук или тела, нельзя, за исключением случая, когда это для лечения. Когда бывает болезнь кожи, что руки, если окунаешь в хну, то они излечиваются, им остаются такие следы. Но нельзя как женщинам вот эти всякие рисунки делать с хной на теле мужчине нельзя. Потому что это будет из уподобления женщинам. А теперь 389 вопрос. Оношении одежды, что это дальше, чем шиколотка на ноге. Опускают, например, брюки и что-то еще, которое ниже, чем шиколотки. У мужчин такое нежелательно. Если с высокомерием, то это грех. А если без высокомерия, то это нежелательно. Разрешается в смысле нет греха, но нежелательно. Ну, а если для того, чтобы продемонстрировать свою состоятельность, богатство, демонстрируют раньше длинные такие ткани, что аж по полу они тащились, вот такое делали. Но до показа финансовой состоятельности, что если такое делать человек, то это грех. Ну, высокомерность не. 390 вопрос. О прерывании обязательного или желательного ритуала. Обязательный ритуал прерывать без оправдания харам, грех. без оправдания. А также сунна прерывать хадж или умра тоже грех. Ну, для пояснения. Если человек прекращает суннат намаз или суннат пост, ему греха нет. Люди должны понимать разницу между фард и сунна. Но если он без оправдания прерывает фард намаз или фард пост, то ему грех большой. Он должен покатиться и долг отдать. Пророк кто соблюдает пост как сунна, он сам решает. Если хочет, продолжает поститься, если не хочет, прекращает его. Это касается суннат поста. И вот на этом мы сегодня урок закончим. Субтитры Редактор субтитров А.Семкин